Время на борту расписано буквально по минутам. Через каждые полчаса так называемая пересменка. Новая группа школьников на Барке просто не протолкнулся. Помимо организованных групп на судне – сотни туристов. Уже за первых два часа Крузенштерн посетила тысячи человек. Как говорят моряки, это большая цифра, но далеко не рекордная. В прошлом году в Севастополе тоже в преддверии Дня Победы всего за четыре часа на Барк поднялись девять тысяч человек. Анастасия Курочкина – классный руководитель шестиклассников. Попасть на Барк, по ее словам, мечтала всегда. Сегодня сбылась мечта ее и всех ее учеников. Они к этому готовились и вообще им интересно посмотреть, ведь такого рода мероприятия они каждый день бывают. И потом парусник легендарный, мы о них много разговаривали на классном часе, они из ироков истории о нем слышали, но его не видели. Поэтому, конечно, мы все пришли с интересом посмотреть на него своими глазами. Сочинцам и гостям курорта на паруснике интересно все. Сами моряки знают его уже наизусть, поэтому для них в Сочи подготовили развлекательную программу. А прямо перед Барком развернули мини-выставку советского автопрома. Вскоре машина отправится в Эмеретинскую низменность, где откроется музей. А пока все желающие могут посетить ее и сфотографироваться с экспонатами бесплатно. Здесь в Сочи на борт заступила новая команда курсантов, которые прибыли на поезде вчера утром. Они первый раз, большинство из них в Сочи. Мы для них организовали ознакомительную экскурсию с городом, Олимпийским парком, Красной Поляной. Все оказались очень довольны. Морские ворота для посещения открыты с 10 утра. При себе нужно иметь паспорт. А уже 30 апреля Крузенштерн покинет Сочи и отправится в Севастополь. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.